Следующая информация для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации и в силу объективных причин не может платить по долгам. Судебные приставы рассказали, что можно оформить рассрочку или отсрочку исполнения исполнительного документа. Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут, имеют право обратиться в суд или орган, выдавший исполнительный документ, должностное лицо или уполномоченный орган за предоставлением отсрочки либо рассрочки. Что такое отсрочка? Это изменение срока исполнения исполнительного документа. А рассрочка это когда суд, либо уполномоченный орган, либо должностное лицо предоставляет определенный график с определенной датой и суммой, которую должник может оплачивать. Рассрочка предоставляется в том случае, если должник не может единовременно погасить свою задолженность, но при этом у него есть возможности и условия для погашения задолженности по частям в определенном размере. Причины для обращения граждан в суд или другой уполномоченный орган должны быть вескими. К примеру, это может быть тяжелое материальное положение должника, обстоятельства, связанные с состоянием его здоровья или семейным положением. Каждый конкретный случай будет рассматривать суд и, исходя из предоставленных доказательств, принимать решение. Должники имеют право обратиться за отсрочкой или рассрочкой в орган, выдавший исполнительный документ, либо по месту непосредственного исполнения исполнительного документа. Должник предоставляет все необходимые документы и выносит соответствующие решения. Федеральная служба судебных приставов рекомендует должникам взаимодействовать с судебными приставами исполнительными, не скрываться и, если есть необходимость, в обязательном порядке воспользоваться своим правом о предоставлении отсрочки или рассрочки. Также я хотела бы отметить, что у должников есть право обратиться в суд за изменением способа и порядка исполнения исполнительного документа. При предоставлении отсрочки судебный пристав исполнительный не совершает исполнительные действия, не применяет меры принудительного характера именно на тот срок, когда предоставлена отсрочка. В случае, если предоставлена рассрочка, то судебный пристав применяет меры в соответствии с установленным актом о предоставлении рассрочки, то есть в том размере, в котором непосредственно уже установлен определенным актом. Кроме того, на данный момент подлежат приостановлению исполнительные производства в отношении военнослужащих, которые задействованы в выполнении специальной военной операции на Украине. Был издан указ президента и внесены изменения в федеральный закон номер 69 о ветеранах и лица, участвующих в боевых действиях в составе вооруженных сил, который исполняет определенную военную операцию на территории Украины Донецкой и Луганской республики, признаются ветеранами боевых действий. В связи с чем, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 40 федеральный закон об исполнительном производстве, судебный пристав исполнитель приостанавливает исполнительное производство. Для этого необходимо предоставить оригиналы документов, подтверждающие, что должник является участником военных действий, либо взыскателя, тоже имеются такие же условия, либо оригиналы, либо надлежащим образом нотариально заверенные документы. Также эти документы может предоставить службу судебных приставов представитель, который имеет право представлять его интересы в рамках исполнительного производства.